Давайте мы с вами проверим звук, всем ли меня слышно. Вижу, пишу, да. Хорошо. Коллеги, если возникнут проблемы со звуком, то я вас убедительно прошу заморозить видео под значком лектора, под фотографией лектора, под видео. Вы найдете значок камеры. Нажмите на него, тогда видео заморозится, и будет хорошо слышен звук. Итак, тема, о которой мы сегодня поговорим, очень животрепещущая. Что такое современный урок английского языка по новому федеральному государственному образовательному стандарту? Как его создать? Как провести? Что для него использовать? Вопросов много. Постараюсь раскрыть хотя бы некоторые из них. В настоящее время все более актуальным являются использования в обучении приемов и методов, которые формируют умение самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы, делать умозаключения. Что касается современного урока, то здесь произошло смещение акцентов на результаты освоения программы. Они представлены в виде предметных, метапредметных и личностных результатов. Почему я делаю акцент на метапредметных результатах освоения обучающимся основной образовательной программы? Потому что все-таки это некое новшество, которое мы учитывали в традиционных формах уроков, в уроках по федеральному компоненту, однако мы не делали на них такого упора, как мы делаем сейчас. Что у нас входит в метапредметные результаты? Сюда входят освоенные обучающимся межпредметные понятия и универсальные действия, то есть регулятивные, познавательные и коммуникативные. У современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия, которые обеспечивают способность к организации самостоятельной учебной деятельности. На слайде вы видите определение, что такое универсальные учебные действия. Это способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Данное определение взято с официального сайта Федерального государственного образовательного стандарта, стандарт ЕДУ.РУ. Что же относится к универсальным учебным действиям? К ним относятся, согласно концепции фундаментального ядра содержания общего образования, личностные универсальные учебные действия, ориентировочные действия, конкретные способы преобразования учебного материала и коммуникативные действия. Если говорить о методиках, обучающих универсальным учебным действиям, они могут включать в себя как экскурсии, так и поиск дополнительного материала на заданную тему, могут включать в себя обмен мнениями, выявление спорных вопросов, построение системы доказательств, выступление перед аудиторией, обсуждение в группах и многое-многое другое. Федеральный государственный образовательный стандарт внес изменения. Теперь школа не источник знаний, школа учит учиться. Учитель не проводник знаний, учитель личность, обучающая способам творческой деятельности, направленный на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний. Мало просто дать урок по учебнику, передать знания. Нужно учить обучающихся учиться, составлять и применять алгоритмы действий для достижения результата, развивать их творчество, креативность, развивать логическое мышление, внимание, память, учить их применять информационно-коммуникационные технологии для поиска, отбора, систематизации, организации, демонстрации информации. В условиях федерального государственного образовательного стандарта требуется не просто дать знания и выработать умение им не пользоваться, но еще и сформировать универсальные учебные действия. Педагогу нужно четко представлять результаты своей деятельности и деятельности обучающихся. Технологическая карта урока может выступить как замечательный инструмент планирования современного урока. Хочу оговориться, что технологические карты не являются обязательными элементами подготовки к уроку и создаются исключительно по желанию педагога. Единственное исключение – это существующий утвержденный приказ как, например, локальный приказ по школе о том, что вы обязаны составлять такие технологические карты к каждому ли уроку, к серии уроков или к определенным разделам. Давайте мы посмотрим, например, технологические карты. Я составила ее к конкурсной работе на конкурс «Золотые уроки России». Что представлено в данной технологической карте урока? Форму, в которой я оформила технологическую карту, я позаимствовала из статьи журнала «Английский язык в школе» номер 3.43, где были представлены замечательные статьи и пример технологической карты урока. Первый пункт – это тема урока. Второй – тип урока. Тема урока была «We present our favorite clubs». Тип урока – это была презентация проекта. Целями урока я выдвинула подведение итога темы «Кружки», формирование умения работать в группах сотрудничества и развитие навыков проектной деятельности. Я прописала, какой ОМК был использован вплоть до юнита и секции. Урок проводился по ОМК «Нерамзабатной Бибалетовой», ОМК «Enjoy English» для пятого класса, новый учебник. Прописала оборудование, которое было использовано, а именно компьютер и интерактивный комплекс. Прописала дополнительный материал. То есть все, что было использовано дополнительно, не касаемо самого английского языка, самих конкретно материалов для урока. Это карточки, аудиозаписи, тексты стихотворений, иллюстрации и все костюмы, предметы для сценировки. Далее самое основное, что прописано в технологической карте, то есть то, что относит нас к федеральному государственному образовательному стандарту. Это планируемые результаты. Прописаны предметные планируемые результаты, метапредметные и личностные. На данном слайде мы видим предметные и метапредметные. Среди предметных выступили обучение аудированию, обучение чтения, презентация грамматического материала и обучение говорения. Метапредметными, то есть то, на что, например, в этом году был направлен сам конкурс, это умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить задачи, умение самостоятельно планировать пути достижения этой цели, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, умение осуществлять поиск материалов в сети интернет, умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, потребностей. Это формирование среди личных, это формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность учащихся к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию с учетом устойчивых познавательных интересов, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах, и формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками. Далее прописаны формируемые универсальные учебные действия, познавательные соответственно, регулятивные и коммуникативные. Я не буду их все зачитывать, так как в принципе они немножко повторяют возможно пункты личностных и метапредметных результатов, которые мы пытались достигнуть во время данного проектного занятия. Вот такая технологическая карта была составлена мною к одному из уроков. Недавно выступая с этой лекцией перед педагогами, я услышала такой вопрос. Нужно ли составлять к каждому уроку? Пишите ли вы к каждому уроку? Я могу сразу сказать, что я не пишу технологические карты к каждому уроку. Я пишу их выборочно, если это, например, урок-проект. Если мне нужно конкретно распланировать для себя, какие у меня будут достигнуты метапредметные результаты во время этого определенного урока. Если это открытый урок, конечно же, очень презентабельно смотрится, когда к конспекту уроку прикладывается технологическая карта. И еще один вопрос был, пишется ли отдельно от технологической карты сам конспект занятия? Да, конечно, пишется, потому что прописать свою речь, заранее быть готовым к тому, что вы будете говорить, как вы построите свое общение с учащимися, это очень важно. Поэтому технологическая карта является лишь таким дополнением к конспекту урока. Признанным подходом в обучении выступает темно-деятельностный. То есть это учение, направленное на решение задач проектной формы организации обучения, в котором важным является применение активных форм познания, такие как наблюдение, моделирование, учебный диалог и создание условий для развития рефлексии, то есть способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание. То есть в активных формах познания мы как раз подразумеваем то, что прописывает нам федеральный государственный образовательный стандарт. Метапредметные умения, которые учащиеся проявляют во время своей деятельности на уроке, во внеурочной работе, дома. А рефлексия — это когда учащийся, например, столкнулся у нас с какой-то ситуацией, он выполнил какое-то задание, он, возможно, сделал в нем какую-то ошибку, затем он узнал, что он сделал его как-то неверно, он осознал свою ошибку, он прорефлексировал, он разобрал это, как ему стоит поступить в следующий раз. И при повторном столкновении с подобной задачей он уже будет помнить о том, что он с этим сталкивался, что тогда было так-то неправильно, а нужно сделать вот так-то. Соответственно, учащийся проявляет рефлексию и исправляется. Центральными понятиями при планировании урока, тем не менее, остаются «зачем?», «для чего?». То есть, планируя любой урок, мы должны задать себе как бы три вопроса. Первый — это «зачем и для чего?». То есть, таким образом мы выясним, какова цель обучения конкретно на данном этапе, на данном уроке. Что, о чем? То есть, мы выясним, что будет в себя включать содержание обучения. И последний вопрос, и очень важный, конечно же, это «как» и «каким образом?». То есть, разобрать для себя, сделать выдержку, какие будут использованы методы и технологии на том или ином уроке. Современный урок по Федеральному государственному образовательному стандарту отличает выявление потенциала каждого учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. Пример учителя — как человека делового, организованного, знающего, доброжелательного. Критическое мышление учащихся. Проявление самостоятельности в приобретении знаний. Мониторинг метапредметных результатов обучения. Оговорюсь, что метапредметные результаты подлежат оценке, однако, так как очень сложно оценить например, то, как анализирует учащийся, как он умеет работать с литературой. В связи с этим проводится не столько оценка, сколько мониторинг данных результатов. И сейчас люди, которые разрабатывают это все, работают над конкретными метапредметными результатами освоения программы, они как раз и занимаются разработкой мониторинговой шкалы оценивания метапредметных результатов обучения. Современный урок также отличает возможность для самооценки, для взаимооценки, самоанализ, рефлексия. Какие можно выделить требования к современному уроку? Учебная деятельность строится на основе деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности обучающегося на основе освоения универсальных способов деятельности. Уроки, соответственно, строятся немного по иной схеме. Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Обучающийся должен стать живым участником образовательного процесса. Он должен уметь добывать знания, уметь учиться. Исходя из этого, можно выделить следующие требования к современному уроку. Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задача урока. То есть, я пометила в скобках, у учителя должна быть составлена хотя бы для себя технологическая карта урока. Урок должен быть развивающим. Учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками. Это очень важно. Тема сотрудничества давно уже используется, и уроки сотрудничества проводятся. Однако, в русле Федерального государственного образовательного стандарта следует сделать на это чуть больший акцент. Учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся. Вывод делают сами учащиеся. Пометила в скобках. Учим учиться. То есть, учащиеся сами должны доходить до каких-то выводов. Они не должны просто усваивать информацию из учебника. Они не должны просто усваивать ту информацию, которую им разживал педагог. Нам нужно стараться заставить учащихся самим добывать знания, то есть, научить их учиться. Следующее требование – это минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества. Конечно же, не лишним и никуда оно не исчезало. Это здоровье сбережения. Это очень важно. В центре внимания урока – дети. Учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей. Умение демонстрировать методическое искусство учителя. И, конечно же, планирование обратной связи и рефлексии. Все вышесказанное приводит нас к мысли, что современный урок все-таки отличается от традиционного урока, от того, что проводилось раньше. Я бы сейчас хотела показать вам примеры фрагментов уроков, и я бы хотела, чтобы мы с вами их проанализировали. На мой взгляд, все уроки, которые я покажу, они современные. Давайте мы с вами посмотрим эти фрагменты. Мы посмотрим фрагменты уроков, которые коллеги представляли на конкурс «Золотые уроки России» 2012, то есть прошлогодний конкурс. Темой конкурса было формирование гражданской идентичности, патриотизма. Коллеги очень мужественно представляли данные уроки, так как очень мало было присоединено разработок, то есть не каждый педагог пошел на то, чтобы представить свою деятельность. Поэтому давайте мы именно попробуем поанализировать. Мы не будем сравнивать с собой, не будем сравнивать с своими коллегами. Мы будем делать именно анализ, мы будем общаться с вами через чат. Я для того, чтобы было проще анализировать, задам несколько вопросов, которые мне бы хотелось, чтобы вы учли, когда вы будете смотреть видеозаписи. Какие результаты будут достигнуты в ходе работы? Это предметные, личностные и предметные. То есть что конкретно в этом фрагменте вы увидите? Каков подход к учащимся? То есть сами ли, самостоятельно ли выполняют учащиеся какие-то действия? Как к ним относится педагог? Выделяет ли он кого-либо? Или подходит ли он, может быть, к каждому учащемуся? Делают ли... Есть ли у учащихся вообще возможность мыслить самостоятельно? Не помогает ли ему абсолютно во всем педагог? Не решает ли он за них их задачу? Посмотрите, пожалуйста, как используется иностранный язык. Используется ли иностранный язык как средство общения или как предмет для обучения, то есть как цель? Иностранный язык является целью или средством? Посмотрите на оснащение урока. Современно ли это оснащение? А если нет или оснащения вообще нет, то посмотрите, как педагог решает эту задачу, как он выходит из данной ситуации. И также прошу вас подметить, мешает ли, на ваш взгляд, отсутствие этой техники тому, чтобы урок все равно остался современным. Мешает ли отсутствие техники достижению результатов по федеральному государственному образовательному стандарту? Давайте мы посмотрим и начнем с первого фрагмента, с фрагмента урока Елены Юрьевны Заматаевой. Мы с вами увидим работу с проектом. Это будет проектная деятельность. Урок по учебнику Enjoy English для пятого класса. Давайте мы с вами посмотрим и попробуем проанализировать по тем пунктам, по тем вопросам, которые я сказала. И это музея-клуб. Вы знаете такой клуб в нашей школе? Вы знаете такой клуб в нашей школе? Музеем-клуб? Да. Да, конечно. Все знают, это очень известный. Сейчас мы садимся и идем к этому клубу. Хорошо? Вот здесь. Добро пожаловать в наш музею и музею-клуб. Музеем-клуб. Мы с вами изучаем художественные люди, которые учатся в нашей школе. Мы изучаем историю нашего места. Давайте посмотрим. Вот здесь. Это коллекция медали. Это коллекция коин и денег. И здесь коллекция стены. И здесь. То есть, наш музея и музею-клуб. У нас есть очень большая коллекция интересных вещей. Юля, вы добрыли. Музеем-клуб. Мы 나오는 множественные театры. Идẩа. course. Музеем-клубanse. Вы учите о традициях, как люди видят, как люди работают. Очень интересно. Хорошо, спасибо за экскурсию. У вас есть какие-то вопросы? Алекс, когда ты был в клубе? Три года назад. Как часто вы идите в клубе музея? Мы идите в клубе на неделю. Я вижу, на неделю. Конечно, ребята. Вы можете зайти в клубе в любом случае. Спасибо большое. И что вы можете сказать о клубе, Лени Пеш, для всех детей? Я могу сказать, что если вы любите нашу страну, если вы любите историю России, пожалуйста, приходите к нашему музею клубу и нашему музею. Спасибо большое. Спасибо большое. И здесь есть 8 checks. Вы видите? Read the text and match with the pictures. The text and the picture. The text and the picture. Clear? Okay. Go. Start moving. Кто хочет сделать the poster of the museum club? Кто? You? Okay. And who wants to make the poster of an English club? Okay. Well, I give you these papers. These will be the posters. This is to you. This is to you. Well, you can turn. Turn this poster. We'll discuss which pictures to choose. Uh-huh. Start moving. Cut out pictures. Say pictures. Yes. Good. Use the blue. So, your poster, please. Продолжение следует... Спасибо. У многих все-таки видео появилось, хотя были комментарии, что видео не грузилось, однако видео грузилось было, и возможно те, у кого оно не появилось, это зависит от скорости интернета, с которой вы смотрите вебинар. В связи с этим у вас видео не отобразилось. Вот вижу комментарий про критику. Как раз поэтому я и просила до того, как мы посмотрим видеоролик, не критиковать уроки, потому что все-таки надо набраться смелости, мужества и выложить свой урок в конкурсе. Более того, данный урок был оценен жюри на второе место, то есть Елена Юрьевна заняла лауреат второй степени в прошлом году. Поэтому давайте мы с вами посмотрим. Использовался интернет в жизненной ситуации. Согласна, однако я уверена, что все-таки здесь больше с интернетом была проведена работа до урока, когда подбирался материал. Воспитывается чувство патриотизма, пишет Наталья Поташева. Да, действительно, воспитывается гражданская идентичность, патриотизм, это школьный музей. Метапредметные – это работа с текстом, когда соотносили картинки. Личностные общались, работали в группе. Абсолютно с вами согласна. Личностные, здесь даже больше личностные, это то, что развитие патриотизма, гражданской идентичности. А общение и работа в группе – это тоже одно из метапредметных умений. Учитель организовал ситуацию, переместил учащихся в другую среду. Да, абсолютно с вами согласна. Педагог перенес урок из класса в музей. То есть это очень большое дело. Английский выступил как средство. Совершенно с вами согласна. Учтены возможности учащихся, в том числе языковые. Есть творческий результат, социализация. Верно. Происходит знакомство с отечественной историей, с самобытностью российского государства. Личностные узнали на примере своего музея о традициях. Перемещение в другую среду, мы это уже с вами сказали. Присутствует наглядный материал для создания проекта. Это сотрудничество, методическое мастерство учителя, педагог с большим стажем работы. То есть здесь это в уроке видно. Очень интересный подход, можно взять на заметку многое, пишет Надежда Козырь. Да, действительно, уроки присылаются именно для того, чтобы мы с вами потом, когда создается банк таких уроков, могли оттуда что-то почерпнуть. Ученики и учитель молодцы. Метопредметные связи, умения, учащиеся выражают свою гражданскую позицию. Согласна. Думаю, что все УД использовались, пишут. Тренировка, умение выступить оратором, это всегда сложно детям. Да, действительно, очень многим детям сложно просто даже выйти к доске и представить свою работу. Я думаю, вы с такими часто встречаетесь. Таким образом можно перенестись в любую точку. Спасибо за идею. Да, колоссальный труд. Действительно. Вот я вижу еще. Есть коллеги, кто отправлял на золотые уроки России свой конспект урока и видео урок. Да, это действительно сложно сделать такой видеофрагмент урока. Все-таки согласно требованиям нужно за 4 минуты, не более, точнее 5 минут, представить все-таки несколько видов деятельности. Что за банк уроков? Имеется в виду то, что я вам покажу, это остаются темы с уроками, которые отправляются на золотые уроки России. И оттуда можно скачивать эти конспекты уроков, можно брать оттуда идеи, естественно, цитируя. Хорошо спланированный урок с четко поставленной целью. Конечно, ее можно поставить вместе с детьми, формулируя проблемный вопрос, создавая проблемную ситуацию. Да, был всегда и рефлексировали, подводя итог, в центре внимания дети, иначе для чего все, наверное, просто не называли все, что происходило на уроке формирования универсальных действий. Да, согласна с вами, то есть это то, с чего я начала, просто раньше мы не называли это словами, это предметные результаты, однако это все было. А можно посмотреть этот урок другим способом. Да, вы можете зайти на форум English Teachers, найти раздел конкурсы «Золотые уроки России 2012», и в работе Елены Юрьевны есть ссылка на ее видеофрагмент. Да, еще вижу вопрос, где можно посмотреть этот видеофрагмент в теме конкурса на форуме English Teachers. Учитель молодец, сумел использовать различные подходы за короткое время. Да, действительно. Давайте мы подведем итог по этому видеофрагменту. Скажите фамилию учителя, это Заматаева Елена Юрьевна. Заматаева Елена Юрьевна. Значит, на уроке была проектная деятельность, было, соответственно, развивающее обучение, это был поход в музей, то есть педагог перенесся из класса, с обычной, так сказать, классно-урочной системы, он сделал выход в музей. Используется проблемная поисковая ситуация, язык выступает как средство общения, на уроке присутствует максимум творчества, и учащихся развивается как умение работать в группах, как умение сотрудничать с учителем, с другими одноклассниками, так и умение представить свою работу. Давайте мы посмотрим с вами второй видеофрагмент. Это работа Натальи Валерьевны Масловой, тоже конкурсная работа с прошлогоднего конкурса «Золотые уроки России». В уроке вы увидите очень интересное начало, я прошу вас обратить на него внимание. Здесь будет то, о чем я говорила в начале, когда мы с вами разбирали теоретическую часть вопроса современного урока. Обратите внимание на то, как педагог настраивает детей на урок, как он выясняет у учащихся их настроение до урока, как он в конце подводит итог, что в качестве рефлексии берется. Посмотрите основную идею, на чем построен урок, что сравнивается. Давайте мы с вами просмотрим видео и обсудим. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Они учили, что они учили, что они учили, что они учили. Когда я был около 12 лет, я был отправлен в учебную школу в Царской Северной. Я не был домой. Я не был в школе. Я был в школе и у меня было много вопросов. И есть какие-то вопросы, и вы должны найти информацию из-за того, что вы должны спросить друг друга. И, конечно, вы должны спросить английский. И думать, если дети были очень busy в день, и как их жизнь и их жизнь, 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 их жизнь. То есть мы должны быть в школе. Мы должны спросить. Так что, что они были в школе? Они были от 6.00, и они были от 6.00, и они были от 6.00. Что ты сейчас делаешь? От 5.00 и 7.00. И ты? Я в 6.00, и я был в школе. ok you still you're still asleep at six o'clock yeah I understand that what about you so you follow this busy schedule our next stop of the lesson is connected with the building where the boys started ok this is the room where the where we came with yes this bedroom is very small and there is a bed near the wall there is a window very deep in English come from original so and we have three options Greece Italy and France ok thank you you listened attentively next question Marina when is that I still open the bed and we celebrated so right and you remember this date thank you number 4 I was not allowed to show how old the question and the lies you where of the seven what about your mood what wish with the leaves are you in the good mood Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Давайте мы с вами посмотрим последний видеофрагмент, который я подготовила. Это фрагмент уже не из золотых уроков России. Это фрагмент, который Ольга Николаевна Елисеева показывала на всероссийском семинаре для учителей в Обдинске в марте этого года. Они данный видеофрагмент по учебнику happyenglish.ru для третьего класса. Давайте мы с вами посмотрим и проанализируем. Спасибо. Дамир, как много действий у тебя глагола выполняет. Ребята, о чем не забыть нужно при составлении утвердительных предложений? Нужно подоставлять сапожок. Это будет, да? Будет. Дамир, как много действий у тебя. И о чем забыл? Дамир, как много действий у тебя. Дамир, как много действий у тебя. Дамир. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...